Все, кто в информационном поле, все рано или поздно придут к полной финансовой свободе. Это тоже небольшой лайфхак, поэтому даже если вы двигаетесь медленно, но будучи в информационном поле, вы все равно двигаетесь. Поэтому, друзья мои, вот это, наверное, самый важный момент, это быть в информационном поле, потому что у нас сейчас идет информационный век, а в информационном веке самое важное – это правильная, нужная и четкая информация. Тот, кто владеет правильной, четкой информацией, тот владеет всеми возможностями, которые есть в этой жизни. Поэтому не информация по новостям, где там кто там, что произошло в этом мире, потому что всегда будет все происходить, всегда будут там какие-то катаклизмы, всегда будут какие-то войны, всегда будет кто-то рождаться, умирать, всегда будет что-то происходить. Но вопрос, эта информация принесет вам счастье, здоровье, благополучие финансовое, эта информация принесет вам изменения сегодня, здесь и сейчас в этой жизни. Если же нет, то это мусор для вас, лично для вас, информационный мусор. Поэтому на данный момент очень важно сконцентрироваться на своей собственной жизни, потому что только тогда, когда вы наведете в ней порядок, вы сможете помочь другому. А когда вы в ней не навели еще порядок, вы другому никому не сможете помочь. Вот в чем, да, спаси себя и тысячи спасутся, только так и никак по-другому. Вы не сможете никого спасти, а все ваши как бы определенные там страдания, которые... У меня, кстати, в сториз было недавно по поводу страданий, да, вот, если кто смотрел. Все страдания, они приводят к тому, что вы топчетесь на месте, а иногда даже теряете время, можно сказать так. Вот, поэтому нечего страдать, надо научиться благодарить за все, что у нас есть в этой жизни, и тогда жизнь начинает плавно-плавно меняться, да. Ну что, начинаем, друзья, давайте подтягивайтесь, добавляем партнеров. И, конечно же, сегодня поговорим в очередной прекрасный раз про наши денежные потоки, про те возможности, которые у нас есть. Сегодня я буду выступать один, поэтому сегодня постараемся в часик уложиться. Вот, девчонки уже будут выбирать другие дни, уже самостоятельно проводить эфиры, поэтому приходите, будет очень интересно. Так, ну что, прежде всего, для того, чтобы понять, как мы можем сейчас уже здесь изменить свою жизнь, надо точку опоры, да, как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Так и здесь, у вас должна быть точка опоры, то есть понимание, в какой системе мы живем, где, то есть четкое понимание, анализ сегодняшней ситуации, да, что происходит в мире, что за мировая финансовая система, почему там где-то какие-то там системы блокируют, какие-то не блокируют, где-то разрешено, не разрешено. Вот, для того, чтобы вы все это начали понимать, вы должны, прежде всего, понимать, как устроена мировая финансовая система, да, по каким законам, ведь ее создавали сто лет, и сто лет она подминала разные страны в разное время, вот, с одним президентом не получалось у какой-нибудь страны, дожидались, подминали другого президента и так далее. То есть мировая финансовая система свои щупальцы раскидала на весь этот мир, поэтому вы должны понимать, как она работает, если вы не понимаете, значит, ну, получается, как с закрытыми глазами. А для того, чтобы понимать, конечно же, базовые фильмы «Деньги, пирамида долгов» однозначно, это, ну, азбука, вот, с чего нужно начинать. Если вы уже его освоили, и вам интересно дальше, да, вы несколько раз его посмотрели, и вам начинает все становиться понятно, то вы можете копать уже дальше, глубже. Но это для избранных, я бы даже сказал. Фильм «Дух времени», первая, вторая, третья часть, это уже для избранных. Все эти фильмы я еще посмотрел в далекие 2007-2008-2009 года, поэтому информация о сообществе мне легла очень просто и очень-очень быстро. Потому что, как говорится, я понимал, что делает Дмитрий Васадин, для чего он это делает, и, конечно же, понимал, почему цель создания сообщества. Вот, и это самое главное. Вот, те люди, которые уже смогут освоить «Дух времени», первая, вторая, третья часть, это базовые фильмы, там, и философия, и про историю, и также и про деньги будет, да, и про определенные модели, которые предлагаются для того, чтобы, там, тот же самый проект «Венера», очень интересный, да, «Венера», где совершенно другие ценности, другие законы, да, вот кто уже это, как говорится, я этих людей называю избранные, да, те, кто это, три части все посмотрят и реально, то есть, думчиво об этом всем подумают, ну, тому уже рекомендую тогда уже перейти, идти дальше. И вот рекомендую очень интересную книжку моего друга, это вот «Смысл жизни» называется, «Смысл жизни», да, Николай Костенко, Николай Костенко – это мой друг, очень интересный человек, человек с большим опытом и в бизнесе, и четыре ребенка у него в семье, это тоже хороший опыт, он построил шикарный бизнес, у него бизнес на автопилоте, это абсолютно тоже финансово свободный человек. И мыслитель такой очень глубокий, и вот, скажу вам честно, книга-то вышла только буквально в этом году, в этом году она появилась в печати, и вот давайте я вам зачитаю вот эту вот фразу, кто не видит, да, только ваше внутреннее состояние, состояние, да, и отношение к тому, что с вами в жизни происходит, определяет ваше настоящее и, соответственно, ваше будущее. То есть очень важно следить за своим внутренним состоянием, да, то есть когда вы смотрите новости, либо какую-то негативную информацию, у вас меняется состояние, друзья мои, понимаете? И то состояние изменившееся, да, которое повлияло на вас, вы уже не сможете сделать очень хорошие дела, потому что негативная информация очень хорошо залазит в мозг, и хрен ее оттуда, кажется, достанешь, пока не переспишь, да? А что такое сон? Это ты перезагрузился, умер в этом дне и родился потом в новом дне, то есть Windows перезагрузилась, когда вы телефоны перезагружаете, он лучше работает, лучше. Также человек переспал, он с этим делом, это ушло куда-то в подкорку туда, информация провалилась, и новый день уже полегче, уже полегче как-то, да, воспринимается там та же самая информация, да? Поэтому только ваше внутреннее состояние, и вы только сами лично выбираете, какое состояние ваше внутреннее вам держать, вы силой выбора это состояние поддерживаете, и отношение к тому, что с вами в жизни происходит, отношение к тому, как вы к этому относитесь, определяет ваше настоящее и, соответственно, будущее. Поэтому рекомендую на Литресе, по-моему, эта книга есть, по-моему, еще в нескольких интернет-магазинах, прогуглите «Смысл жизни» Николая Костенко. Рекомендую, сейчас уже у него вышла вторая книга, то есть человек, когда вот подымается, вот это пример вот моего друга, который подымается по лестнице пирамиды Маслоу, да, когда закрыты базовые потребности, тут все, тут, и вот тут уже самовыражение, когда уже человек, уже состоявшийся, уже, там, сколько Николая, около 65 лет, вот, это очень мудрый, очень интересный человек, вот, очень интересно строит бизнес тоже, и в свое время я у него тоже ему этому учился, приходил за советами, когда-то это было давным-давно, лет 15-17 назад. Ну, тем не менее, скажу честно, что реально стоит позаимствовать кое-какие мысли, поэтому, друзья мои, читаем, сейчас еще одна очень интересная книга у него вышла, то есть книги о фундаментальности, то есть фундаментальности жизни человека, не просто в сонном состоянии, а книги, которые будут, книги, которые немножко помогают разобраться с тем, кто ты, для чего ты родился, куда ты идешь, и в каком мире ты живешь, и как этим миром можно взаимодействовать правильно, так, что у тебя в жизни все было бы очень хорошо. Поэтому те люди, которые уже состоялись, они уже хотят передать какой-то опыт уже другим людям, да, то есть с заработка с этих книг нет вообще, чтобы вы понимали, да, это просто уже знание, которое хочется отдать просто людям для того, чтобы люди хоть как-то могли улучшить свою жизнь. Так вот, Дмитрий Васадин, он на таком же уровне, и с 2006 года он замечтал наше сообщество, тогда, когда у него в жизни в очередной раз стало все уже очень хорошо, и он пять лет думал, как же сделать так, чтобы объединить людей, и чтобы эти люди улучшили свою жизнь, потому что есть еще одна хорошая книга Паула Кэлли, называется, вообще все книги Паула Кэлли перечитайте, начиная с «Алхимика», «Заир», «Пятая гора», «Вероника решает умереть», потом «Одиннадцать минут», вот эти все книги перечитайте обязательно, это такие очень интересные философские книги, которые могут вам реально ответить на многие вопросы. Ну и одна из, можно сказать, свежих фильм, свежих книг, хотя ей уже не так уж и мало времени, чуть меньше десяти лет, это «Победитель остается один». Обязательно прочитайте эту книгу, это как раз касается тех людей, которые в жизни уже как бы типа преуспели, да, и вот они уже, как бы у них вроде все хорошо, деньги есть, пассивный доход есть, упаковка есть полностью, дома, квартиры, машины, дачи, дети, жены, все есть, и вот в тот момент человек становится немножко как бы одиноким, не хватает, как бы дети, ну, разъезжаются, все взрослеют, у кого там какой-то свой путь открывается, да, и человек становится немножко одиноким, потому что не хватает единомышленников, не хватает какого-то общения на определенном уровне, да, и вот здесь вот как раз-таки миссия, здесь человек превращается не просто в человек-цель, а в человек-миссию. Вот так вот Дмитрий Васадин, вот мой друг Николай, вот тоже, это люди миссии уже, да, когда они уже полностью закрыли все свои там базовые вопросы, дома, квартиры, машины, бизнесы, то есть вот это все, то человек уже переходит на следующий этап, и человек становится миссией, потому что все, все деньги мира не сожрать, не пропустить через свой род, какой бы он был большим, бы не был, через унитаз не пропустить, через холодильник, это все не пропустить, поэтому приходит период насыщения, и приходит период перехода на другой уровень, на уровень уже передачи знаний, как другие люди могут сделать то же самое. Поэтому Дмитрий Васадин когда-то в 2006 году замечтал создать такое сообщество единомышленников, где люди все могут жить хорошо, и будучи уже в состоянии сытого человека, он создал систему, и эта система продолжает дальше развиваться, вот уже 12-й год, система, которая дает возможность каждому участнику иметь пассивный, стабильный доход в интернете через нашу кассу взаимопомощи нового поколения, от сообщества, повторюсь еще раз, которому уже более 12 лет, вернее скоро будет уже 12 лет, наверное, тороплюсь собрать, более 11 лет, да, скоро уже будет 12, и время летит очень быстро, поэтому я думаю, что это уже не загораем, и уже немножко, уже и лето, вот, казалось бы, вроде зима, уже и весна, середина весны у нас уже, дорогие друзья, поэтому время просто летит, и дальше оно ускоряется, и начинает лететь все с большей скоростью. Так вот, давайте вернемся к нашей кассе взаимопомощи, что у нас есть, то есть сейчас я расскажу вам про потоки, какие финансовые инструменты у нас есть, дальше я расскажу вам про нашу финансовую инфраструктуру, что она дает, и к чему она, какие возможности вам предоставляет, и, конечно же, отвечу на базовые вопросы, часто задаваемые, мне просто реально уже надоело на них отвечать, поэтому я сразу вставляю свою презентацию, это вопросы на, ответы на вопросы, откуда деньги, пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон, ну и, соответственно, приглашать, не приглашать, да, то есть вот эти вот, наверное, самые такие вопросы, люди не понимают, где, что, почему, зачем, кто держатель кассы, кто держатель этой кассы, где деньги прячете, где их храните, да, то есть мне так интересно, вот эти вот хайперские привычки, эти все вопросы, улыбку уже вызывают. Ну что, поехали, друзья мои, мир меняется, я думаю, вы замечаете, что с каждым днем он все больше и больше уходит в онлайн, перемены у нас ежегодно, какие-то кардинальные перемены, что полностью судьбу человечества делает поворот на ту или иную вектор развития, поэтому, друзья мои, я думаю, заметили за последние 4 года глобальные просто перемены, это пандемия, это СВО, это введение цифровых валют уже центральными банками, и это нейросеть, друзья мои, либо искусственный интеллект, который врывается просто в нашу жизнь, а это значит, перекраются будут все производственные процессы, будут какие-то увольнения на рынке труда, либо сокращения, либо какая-то перестройка, но то, что будет это по-любому, потому что уже роботизация – это полностью, наверное, новый этап развития любых производственных процессов, то есть все вот эти телефоны, которые, я думаю, тоже я часто скидываю где-то ролики, все телефоны, которые сейчас делает компания Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и так далее, все это делается уже роботами, друзья мои, то есть все телефоны, которые вы покупаете, это уже продукт роботов, понимаешь, да? И на данный момент вы сейчас пользуетесь уже продуктом, который делают чисто только роботы, они их проверяют, они их тестируют, они на кнопочки нажимают, то есть все они делают для того, чтобы вы уже взяли готовый продукт. Поэтому и это все переходит на все абсолютно производственные процессы, неважно от отрасли, неважно от самого продукта. Поэтому все старые методы заработка тоже потихонечку отмирает, деньги уходят из оффлайна и уходят в онлайн, глобальные деньги, я имею в виду. Конечно же в оффлайне деньги останутся, но не в том количестве, в котором были раньше. Поэтому на данный момент основной вид заработка – это, конечно же, инвестирование, он остается, но видоизменяется. Даже смысл этого термина сегодня поменялся. Если раньше это было олицетворение серьезных вложений, инвестирование, бизнес, недвижимость, акции, облигации, то сегодня это олицетворение просто любого вложения. Деньги, материальные активы, нематериальные активы. Токен даже – это строчка просто. И продаются токены, то есть продается просто запись информации. И за это люди готовы платить уже в наше время хорошие деньги. И на данный момент что такое сегодня деньги? Сегодня даже это уже не бумага, это просто цифры на компьютере, в которые мы пользуемся, в которые мы поверили. Все. То есть деньги сегодня – это вера людей. Все. То есть если раньше это еще было как-то подкрепление каким-то там золотом, еще чем-то материальным, то сегодня просто вера людей. Пока люди верят в деньги, деньги будут. Пока люди наиграются с этой игрушкой и перейдут уже на другой эволюционный путь развития, тогда денег ей не надо будет. Уже будет как-то по-другому это общество устроено. Кстати, вот в третьей части «Дух времени» и предлагается модель общества, проект «Венера», где, можно сказать, денег практически не будет. Поэтому посмотрите внимательно вот эти вот фильмы, про которые я говорил в начале, и это даст вам общее понимание глобально происходящих процессов. Так вот, сегодня даже картинки NFT стоят миллионы долларов, продают. Пилят участки на Марсе, на Луне. Там вот недавно Илон Маск уже заявил, что через 20 лет он отправит миллион человек в колонию на Марсе. Поэтому, друзья мои, поживем, конечно, увидим, но сам факт, то, что мы еще здесь не научились жить, мы уже эту же потребительскую философию начинаем раскидывать на другие планеты. Поэтому на данный момент очень важно здесь уже навести сначала порядок в своей жизни и потом уже идти куда-то, что-то в другом месте наводить порядок. Поэтому если же ты не научился любить самого себя, то не жди, что тебя кто-то полюбит. Ты сначала себя полюби, потом научись любить других. Если ты себя еще не умеешь любить, ты других тоже не умеешь любить. То есть это будут какие-то отношения зависимости, плохой, хороший, либо еще каким-то. То есть это больше психологические игры, чем любовь. Поэтому так и здесь. Либо у нас природосообразное мышление, либо потребительская философия, которая только дай, 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 жрать, 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 и все мало, мало, мало. Так это в эпоху, когда у нас кризис перепроизводства, у нас многие люди живут за чертой бедности и не могут как бы свести к концу с концами. А многие корпорации, я даже сталкивался с такой информацией, что все свои продукты тупо топят в океане, чтобы спрос на них, цена на них не падала, понимаете. Это вот такая капиталистическая черта. То есть и сам не ам, и никому не дам. Вот есть такая вещь. То есть выгоднее затопить несколько сухогрузов с товаром, который излишне произведен в океане, чем это по более низкой цене раздать людям. Поэтому, друзья мои, вот в таком мире мы с вами живем. Кризис, несмотря на то, что кризис перепроизводства, а люди в искусственном дефиците товаров, где-то денег, каких-то услуг. Поэтому на сегодняшний день Дмитрий Васадин создал очень прекрасную систему под названием «Денежные потоки». В него через эволюцию инструментов нашего сообщества добавлена, конечно же, вся психология поведения больших масс людей при разных условиях. И, конечно же, по современным технологиям отточены все алгоритмы. Поэтому, когда я пришел в сообщество, это было в конце 2017 года, был один алгоритм, и все, больше ничего не было. Все, о чем сейчас у нас есть, мы только об этом мечтали. И, скажу честно, сейчас просто надо кайфовать, реально ставить потоки на автомат и радоваться жизни, развивать, рассказывать об этой системе в спокойном режиме и менять свою жизнь к лучшему, достигать поставленных целей. Очень важный момент. То есть, касса взаимопомощи нового поколения, либо денежные потоки – это инструмент, который создан для того, чтобы вы начали достигать ваших целей, постепенно закрывая базовые финансовые потребности, обеспечивая всем участникам сообщества социальный минимум, друзья мои. Вот это единственная и правильная, главная цель. Поэтому те, кто сильно заигрался цифрами в своих потоках, выводите и меняйте свою жизнь к лучшему. И те, кто идут к цели, идите дальше, и все будет хорошо. Но не забывайте себя тоже радовать периодически, выводя средства. Это очень важный момент. Итак, первый поток, который вы увидите в своем кабинете, это красная закладочка, SP называется, стартовый поток. Стартовый поток – это, я его называю, образовательный поток. Это тот поток, который дает знания, а это самое дорогое в наше время. Он учит правильную стратегию инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. Этот поток разработан специально для новичков проекта, на практике обучая всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от 5 тысяч рублей. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением каждые две недели. И причем доходность стартового потока плюс 150% за 20 периодов или 10 месяцев. Один период – это две недели в стартовом потоке. Доходность, конечно же, идет за счет подтяжки потоку нашей криптовалюты e-currency, которую мы покупаем по рыночному курсу намного дешевле. В Сберкассе – это наш криптовалютный платежный сервис. В Монистор же – это наш второй криптовалютный платежный сервис. И, конечно же, на бирже Blackbit. И на данный момент e-currency дает нам весь доход, который у нас есть в потоках. Дальше. В стартовых потоках, давайте я вам приведу примеры. E-currency, допустим, сейчас около 100 рублей в Сберкассе болтается. В потоке стартовом при подтяжке он принимается по курсу 500 рублей, поэтому практически в 5 раз больше. Для того, чтобы вы имели возможность иметь доход к вашим потокам и, соответственно, плавно приобретать прибыль для того, чтобы вы могли изменить свою жизнь к лучшему. Стартовый поток работает таким образом, что 20 периодов – это ориентировочно 3,5 месяца либо с первых 6 периодов он. Вы кормите его постепенно, все больше и больше докладываете средств, вернее, меньше и меньше докладываете средств для того, чтобы он начал функционировать в плюс, как говорится, и 6,5 месяцев он кормит вас. Он так устроен. То есть сначала вы его кормите 3,5 месяца, потом он у вас кормит 6,5 месяца ориентировочно. И таким образом стартовый поток начинает плавно давать вам деньги. Вы пополнили на 10 тысяч, подтянули и каренси, он вам выпал после 7 периода уже дает 10,300, потом дает 10,800, потом 11,500, потом 12, потом 15, потом 17. Вы туда 10, а он вам 17. Вы туда 10, а он вам 20 и так далее. То есть чем больше стартовых потоков у вас будет открыто, тем больше у вас будет возможность непосредственно изменить свою жизнь, ну, конечно же, научиться навыкам инвестора. Следующий поток – это еще один разновидность стартового потока, это ускоренный стартовый поток. Ускоренный стартовый поток – это поток, вот если вы хотите быстрее и хотите более выгоднее, это ускоренный стартовый поток. Заходите на него. Это подвид стартового потока, более быстрый и более выгодный. Условие открытия ускоренного стартового потока – это мы сразу оплачиваем 4 периода, сразу на 4 периода подтягиваем e-currency, 5-6 период вместе с e-currency нам дается в подарок, и начисление выскакивает сразу на 7-й период. Как будто бы уже прошло 6 периодов начисления в обычном стартовом потоке. А это как раз 7-й период – это тот период, где начисление больше, чем номинал потока. И на данном моменте это очень интересно, именно поэтому я очень обожаю ускоренные стартовые потоки и как можно больше создаю их на как можно большие суммы, потому что стартовый поток так устроен, что чем больше сумма входа в него, номинал, тем, соответственно, будет больше прибыль. Меньше нужно в денежном эквиваленте подтягивать e-currency, соответственно, расходы меньше, и в итоге он будет вам давать больше прибыль в денежном эквиваленте. Вот. В дальнейшем мы также, как и в стартовом потоке, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать через каждые 2 недели подтягивая e-currency после каждого пополнения, друзья мои. Поэтому ускорение стартового потока – это очень хороший поток для того, чтобы вы как можно быстрее пришли к вашим целям и создали себе пассивный доход из интернета в качестве поддержки вашей жизни. Следующий поток, конечно же, это быстрый поток. Быстрый поток – это деньги на каждый день. Это оранжевая закладочка в вашем кабинете. Быстрые потоки подразделяются на 2 вида потока. Первый поток – это обычный быстрый поток. И второй поток – это супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. Деньги выплачиваются каждый день равными частями вместе с прибылью, которую мы получаем к потоку за счет подтяжки нашей криптовалюты e-currency. А супербыстрый поток работает чуть-чуть по-другому. Он работает 2 недели. Это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки «Начисление премии». То есть это поток немножко заморозка и срез на 15 дней. То есть вы 15 раз нажимаете кнопочку «Начислить награду», и супербыстрый поток на 15-е нажатие дает вам сразу и тело вклада, и, соответственно, прибыль. Поэтому супербыстрый поток – это, наверное, самый коротенький и многим самым любимым для прокручивания коротких денег. Супербыстрый поток дает в среднем 5-10% за 2 недели. Обычный быстрый поток дает от 5 до 20% за 2 недели. Поэтому есть разные стратегии, но об этом мы уже говорим на командном обучении. Вот это уже для тех участников, которые приняли решение развиваться в кассе взаимопомощи, там уже проводится отдельное бесплатное командное обучение, и рассказываются все эффективные методы взаимодействия с потоками, как внутри потока, так же между потоками, так и между даже платформами. Поэтому можно крутить эти потоки так, как угодно. Хотите восьмеркой, хотите по кругу, хотите по нескольким кругам. Поэтому в зависимости от вашей стратегии вы с помощью того-либо иного инструмента, либо всех сразу можете идти, конечно же, к вашим целям. Следующий поток в вашем кабинете. Если же у вас еще нет кабинета, то обязательно возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и обязательно зарегистрируйтесь. Сегистрация ни к чему не обязывает, но будет у вас, как говорится, возможность разобраться со всеми нюансами работы системы. И таким образом почитать в кабинете все вкладочки, проценты, и запустить свои первые денежные потоки. И пускай уже деньги работают на вас, а не вы работаете ради и за денег. И ради денег. Поэтому, друзья мои, вот здесь кардинально надо что-то менять. Поэтому деньги – это искусственная игра, но многие тратят всю свою жизнь, тратят все свое здоровье для того, чтобы их зарабатывать, и чтобы потом, как говорится, не успеть даже и многие их потратить. Либо их потратить на восстановление здоровья, которое было утрачено по ходу их заработка. То есть получается глупость, друзья мои. Поэтому зачем их зарабатывать, когда их можно просто через объединение помочь друг другу и получать. Вот смотрите, буквально вчера я скинул информацию, как были затопления, и сейчас еще пока продолжается, но не так уже сильно в Оренбурге. И как жители одного поселка создали кассу взаимопомощи, и с помощью нее сами, без государства, без властей, никого не напрягая, сами создали дамбу вокруг своего поселка. Благодаря этому не произошло затопления самого поселка. То есть они собрали 3 миллиона, на эти 3 миллиона купили много кубов глины и создали такой барьер вокруг всего поселка, и вода просто уперлась в этот барьер, в такую вот дамбу свою собственную. И таким образом спасли все свое жилище, работали там 5 суток, круглые сутки ночью, дежурили, собрали все, что можно, и КамАЗы, трактора, все, что у них было, объединили усилия и показали пример, как с копом жить намного проще, чем надеясь на кого-то. Понимаете, да? Вот это пример свободных людей в своем менталитете. Взял и сделал. Объединили активы, объединили усилия для реализации общей цели. Построить дамбу, чтобы твой дом, в который ты вложил душу десятки лет, столько труда, может у кого-то даже накопление, где-то может даже родственников, родителей, может еще там что-то, бизнесы какие-то делали. Неважно, много усилий, да? Но, тем не менее, не смыло просто вот так вот одним каким-то весенним паводком, представляете, да? Вот, один весенний паводок может тебе смыть полжизни. Люди и так там мучаются, кто-то даже до сих пор без жилья находится. А в этом поселке люди сделали себе жилье, и тут весенний паводок может просто тупо это все дело смыть и обнулить, да? Люди с этим не согласились. Они сказали, нет, мы объединимся и сами все сделаем, сами себя спасем. Что они сделали? Благодаря кассе взаимопомощи, создали свою кассу взаимопомощи, собрали деньги, направили эти деньги на достижение общей цели построить дамбу. Они это сами сделали за пять дней, собрали у всех мужчин, женщин, женщины кормили, мужчины лопатами, экскаваторами, там все, возможно, собрали глину во всей округе и сами сделали защиту для своего поселка. Вот чем не пример кассы взаимопомощи? Чем не пример того, как люди могут через объединение сделать что-то великое, да? Кто-то показывает по телевизору, когда они плавают крыши домов, да? А кто-то взял и сделал, и не плавает вместе с этими крышами домов, потому что непосредственно не ждали где-то помощи от кого-то, там где-то что-то, а взяли и сами и сделали. Вот поэтому, друзья, два разных подхода, да? Два разных подхода. Помните мультик, где волк пришел к собаке, говорит, накорми меня, зимой холодно было, да? Вот. Ты заходи, если что, да? Помните, да? Вот, поэтому это два-две разных философии. Это собака, которая ждет хвост, и волк, который сам непосредственно добывает себе пищу, но свою свободу он никому никогда не отдаст, и сам решает в лесу, что ему делать, когда делать и почему. Поэтому на данный момент вот это два разных подхода к жизни. Поэтому вот эти подходы надо просто проанализировать, кому какой подход лучше нравится, этим подходом стараться исследовать, либо плавно перетекать из один в другой. Так вот, возвращаемся к нашим потокам. Это растущий поток в нашем кабинете. Это поток, который растет со временем. Поток, который растет в течение шести месяцев, с момента последнего пополнения. Растущий поток – это непростой, это, я бы сказал, живой финансовый инструмент, который мы его называем «базовые деньги на жизнь». Это тот поток, который превратит ваши 10 тысяч в 20 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 100 тысяч в 250 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 500 тысяч в 1 миллион 375 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 1 миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. То есть есть калькулятор в кабинете, играйте им, смотрите на какие суммы, сколько надо чего подтянуть и сколько он вам может в общем дать. Поэтому на данный момент это шикарнейший поток для того, чтобы выйти на определенный уровень и стабилизироваться. То есть этот поток, который дает постоянный доход. То есть, допустим, если вы в растущем потоке вышли на миллион рублей, то миллион рублей дает возможность стабилизироваться на пассивном доходе в месяц 300 тысяч без опускания потока, без ущерба для потока. 30 тысяч рублей ежемесячно вы при наличии миллиона рублей в потоке можете спокойно снимать и поток будет на одном и том же уровне при грамотном стратегии реинвестирования. Делая реинвесты по грамотной стратегии. Если вы дошли до уровня 2 миллиона в потоке, у вас уже доход увеличивается там 60-65 тысяч спокойно на пассиве, просто на пассиве. Представляете, ежемесячно. Если вы дошли до 3 миллионов в потоке, у вас уже где-то сотка. Спокойно сотка ежемесячно чистыми, без ущерба для уровня потока. Поэтому, друзья мои, растущий поток – это тот поток, который позволяет выйти на определенную планку и задержаться на ней. Поэтому тот, кто примет решение взращивать этот поток, тот сможет просто вытолкнуть себя на другое качество, на другой уровень жизни. Поэтому вся моя команда развивает, конечно же, все потоки. Ну и растущий в том числе. Я его называю любимчиком среди многих потоков. А растущий поток дает начисление 0,3% от суммы в потоке. Старт начисления идет. Потом дальше 0,31, 0,32, 0,33. Каждый день вы нажимаете кнопочку и процент увеличивается. Растущий поток нужно выращивать в копилке. То есть растущий поток так устроен, что через ваше начисление перетекают денежные средства из суммы в потоке в копилочку. А в копилочке мы накапливаем. Пока мы накапливаем, процент растет. Как только мы деньги забрали из копилки, то процент обратно откатывается к 0,3% в день. Растущий поток учит, конечно же, терпению и, конечно же, прорабатывает нашу жадность и страх потери. Очень часто участники мои сталкиваются с тем, что накопил там что-то. А что с ними делать? Вывести, завести, реинвестировать. Сразу много вопросов в голове. На этом моменте очень важны знания, которые мы приобретаем в стартовом потоке. Если эти знания действительно наработать, не обойти их стороной, тогда в растущем потоке применяйте знания, у вас будет все очень-очень хорошо. Так вот, растущий поток – это не просто какой-то поток. Это очень серьезный финансовый инструмент, с помощью которого вы реально можете изменить свою жизнь. Наши участники с помощью растущего потока гасят кредитную зависимость. Наши участники с помощью растущего потока избавляются от ипотеки, покупают машины, квартиры, телефоны. Ну, все, что захотят. Любая цель, она, в принципе, доступна любым из потоков. Но в том числе растущий поток, он просто нагляден, очень наглядно видно и очень просто его понимать. Следующий поток – это, конечно же, очень интересный поток, накопительный поток. Это фиолетовая вкладочка в вашем кабинете. Накопительный поток – это деньги на будущее, друзья мои. Мы его называем по-другому наш пенсионный фонд, либо фонд совершеннолетия, кто-то его называет. По-разному его можно использовать. Это стратегия от 3 до 25 лет. Вот, фиолетовая вкладочка в вашем кабинете. Если же у вас еще нет кабинета, то обязательно регистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Вот, регистрация вас ни к чему не обязывает, но, конечно же, будет у вас возможность разобраться. Либо можете писать мне в личные сообщения, возьму у вас свою команду и обучу всем нюансам работы данной системы. Либо выбирайте любого лидера из списка, который скидывает бот в нашем чате. Все грамотные люди, все обученные, протестированные, сдавшие экзамен у топ-лидера, имеющие большие команды, свои хорошие потоки, разобрались и, конечно же, показали хорошие результаты. Именно поэтому они в этом списке. Поэтому выбирайте любого себе по душе. Это очень важно, особенно в самом начале вашего пути к финансовой свободе. Так вот, накопительный поток – это тот поток, который дает вам свободу в будущем. Либо деньги в будущем. Деньги, оказывается, в будущем тоже будут нужны. Я не вижу трендов, тенденций, что деньги скоро отменят. Поэтому, дорогие друзья, накопительный поток, конечно же, это тот поток, который позаботится о вашем будущем. А если вы о нем не позаботитесь, то никто о нем не позаботится. То есть вот это очень важный момент – брать ответственность на себя за свою жизнь. Именно поэтому накопительный поток дает нам такую возможность. Накопительный поток устроен таким образом, что есть период накопления, а есть период выплат. Минимальный период накопления – 3 года. Соответственно, период выплат будет 3 года. Если вы выбрали период накопления – 5 лет, период выплат будет 5 лет. Поэтому накопительный поток действительно хорош в будущем для стипендий, для выплат каких-то пенсий и так далее. Кто на что гораст придумывает цели для накопительного потока какие угодно самостоятельно. Поэтому также вы можете заходить в кабинет, там есть табличка с коэффициентами, минимальный вход от 1000 рублей. И года, соответственно, 3, 5, 7, 10 и так далее до 25 лет. Выбирайте любые суммы пополнения, любые коэффициенты. Шикарный поток. Я думаю, что многим он в будущем будет в CSF PROC. Следующий поток – это наша беспроигрышная лотерея, либо поток удачи. 5 из 32 сейчас. На некоторых площадках 5 из 25 еще осталось. Можно успеть поучаствовать, чтобы сорвать джекпот. Правила лотереи читаем, конечно же, в кабинете. Вкладочка LT заходим, провалимся. Там посередине будет красная большая кнопка, правила лотереи. На нее жмем, и там все написано. На каждой площадке есть своя валюта и свои правила лотереи. Поэтому читаем внимательно, разбираемся. Как устроена наша беспроигрышная лотерея, допустим, на рублевой площадке поток кэш? Это, прежде всего, беспроигрышная лотерея, которая состоит из трех типов. Классическая лотерея стоимостью 100 рублей джекпот 300 тысяч. Дальше синяя лотерея стоимостью 500 рублей джекпот 500 тысяч. И золотая лотерея стоимостью 1000 рублей – миллион рублей джекпот. Поэтому, друзья мои, играйте, выигрывайте, обязательно желаю вам удачи. Билет играет до момента выигрыша. Поэтому чем и интересна наша беспроигрышная лотерея? Вы всегда будете выигрывать. Начиная от двух чисел – трех, четырех, либо джекпот пяти – у вас всегда будет соответствующий выигрыш. Еще есть два очень интересных потока. Но прежде чем про них сказать, давайте подытожим то, о чем я вам сейчас рассказал. Я вам рассказал про стартовый поток, дальше ускоренный стартовый поток, обычный быстрый поток, дальше супербыстрый поток, растущий поток, накопительный поток и беспроигрышная лотерея. Семь потоков, базовых потоков, которые есть у вас в вашем кабинете, друзья мои. Берем их, это семь возможностей, это финансовые инструменты, которые будут давать вам в разное время разное количество денег. Соответственно, деньги у вас будут абсолютно всегда. Так это очень интересно устроено. То есть это не просто какие-то алгоритмы, придуманные пьяным программистом на диване. Это выработанные за всю эволюцию сообщества, психологические, математические, разновременные финансовые инструменты, которые обеспечивают постоянный пассивный доход. Через объединение всех активов участников, через объединение всей нашей инфраструктуры, которая уже сейчас тоже приносит соответствующий доход. Вот, и попозже немножко сейчас об этом расскажу. И, конечно же, это еще не все. В связи с тем, что наше сообщество не дает рекламы, то весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров сообщества. Весь рекламный бюджет остается в сообществе, друзья мои. Поэтому это еще один из источников дохода. Хотите, кто-то говорит, у меня нет денег, ну, пожалуйста, берите деньги из рекламного бюджета. Кто-то великолепно берет эти деньги из рекламного бюджета. Потому что вот у меня есть такие участники, вот, допустим, он год сидел спокойно, сидел, кнопочку нажимал, проверял, тестировал, чего-то там перепроверял, пересчитывал, разбирался. И потом вдруг он, я это называю, уверовал в систему нашу, да? Вот. И у него проявилось огромное желание пойти рассказать своему знакомому, да? И приходит он к своему знакомому и говорит, слушай, тут тема классная есть, пассивный доход я целый год уже кручу. А на него смотрит его знакомый и говорит, так я уже тоже полгода здесь. И тут этот участник понимает, что он реально тупанул, что молчал этот целый год. Потому что к нему пришел, к его знакомому пришел другой человек и забрал его в свою команду. Поэтому на данный момент эти возможности нужны каждому человеку на земле. Конечно же, при условии, что этот человек разделяет ценности сообщества. Вот. И поверьте мне, все ищут эти возможности. То есть в тот момент, когда вы кому-то что-то не рассказываете, другие ищут через других людей. И поэтому ищущие люди всегда очень быстро находят. Поэтому подумайте, брать ли вам деньги из рекламного бюджета или нет. Приглашение у нас не обязательно, но это попозже немножко расскажу. Так вот, еще два мощных потока. Это потоки из рекламного бюджета. Первый поток – это поток реферальных начислений, либо реферальные бонусы за лично приглашенных вас. От двух до семи процентов, до десяти даже процентов, если брать лотерею. В кабинете все есть. Во вкладочке «Вознаграждение за развитие проекта» там весь процентаж по всем потокам. В зависимости от потока, который я открыл ваш лично приглашенный, от двух до десяти процентов. И лидерский, либо командный бонус. Когда уже участник разобрался со всеми нюансами работы системы. Когда уже участник имеет в своей первой линии десять человек активных участников, активировавших свой кабинет. И у него есть желание, потому что не всегда есть желание быть лидером. У него есть желание стать лидером, взять должность лидера. Он, соответственно, проходит соответствующее обучение, сдает соответствующий экзамен. И на совете лидеров, стоп-лидерам принимается решение о присвоении данному участнику должности лидера. И на данный момент у него открываются дополнительные возможности из рекламного бюджета. Это прежде всего иметь бонусы по лидерским структурам до седьмого уровня. И в своей ячейке, где участники его видят как лидера до бесконечности. Поэтому, друзья мои, у меня есть участники, которые до 20-25 уровня выстроились. Вот так вот. Один пригласил одного, один пригласил одного, один пригласил одного. Но все они в моей ячейке, я их консультирую как участников. Им этого всего достаточно, в принципе. Они не хотят где-то что-то лидерствовать, продвигать или еще что-то делать. То есть, пригласил одного человека и хорошо, как говорится. Так вот, таких участников иногда может собраться до 20-й линии. Но неважно, от этого, от всей ячейки лидер получает до бесконечности. Пускай даже до сотого уровня будет. Это неважно абсолютно. Вот, поэтому лидерские бонусы тоже хорошие бонусы за развитие проекта. Поэтому берите их тоже, кто хочет, конечно же. У меня есть участники, которые великолепно крутят потоками без лидерства и очень радуются и наслаждаются жизнью. А есть участники, которые пришли на минусах, на нулях. И, ну, у них не было варианта, как не брать деньги из-за рекламного бюджета. Они начали брать и таким образом тоже раскрутили свои кабинеты и тоже сейчас уже хорошо себя чувствуют. Плюс еще и команду создали. А это всегда, конечно же, веселее. Вот, это что касается возможностей. Теперь давайте пройдем про наши финансовые инфраструктуры. Что у нас есть, которые обеспечивают все вот эти возможности? У нас сейчас пять платформ, пять, друзья мои. Это пять касс взаимопомощи на разных, в разных, можно сказать, странах. Там, где образуется соответствующий лидерский костяк и комьюнити, то создается соответствующая площадка. То есть у нас в рублях, соответственно, в общеевропейский, в евро, испанский, в евро, польский, в польских злотах и киргизских, в киргизских сомах. Это там, где люди восприняли эту идею на ура. Там, где люди используются по полной системой кэшфлоу, системой денежных потоков. Там образовывается своя независимая площадка по общим одинаковым принципам. Поэтому, друзья мои, используйте возможности всех площадок. В каждой площадке есть свои уникальные особенности. Плюс это, конечно же, валютная диверсификация. То есть распределение валютных рисков. Потому что инфляция-то везде, у каждой валюты разная. Поэтому, если у вас на всех площадках открыты все потоки, то вам это не страшно вообще. Вот это называется валютная диверсификация. То есть у нас есть пять площадок. У нас есть два криптовалютно-платежных сервиса. Сберкасса и Манистораж. Сберкасса в основном заточена для постсоветского пространства. Манистораж в основном заточена для работы западной финансовой системы. Дальше. Но и каждый человек на планете Земля может пользоваться и тем, и другим, либо вместе. Я обоими пользуюсь. И каждый из наших криптовалютно-платежных сервисов. Они уникальны. И реально помогают упростить свою жизнь и решить какие-то базовые вопросы. Дальше. Что у нас еще есть? Конечно же, наша криптовалюта и каренси. Причем это не токен, не коин. Это каренси. Каренси – это универсальное платежное средство. То есть в идеале она задумана так. И блокчейн, и каренси задуман так, чтобы быть универсальным платежным средством. Что она, в принципе, сейчас и делает. В будущем, конечно, будет запущен, возможно, и товарно-денежный обмен. Но для этого надо немножко сообществу подрасти. Сейчас несколько сотен тысяч участников. Но нам нужно, чтобы запустить товарно-денежный обмен, это несколько миллионов. Поэтому, друзья мои, от вас зависит, насколько и каренси будет в этом деле участвовать. Но уже даже в нашей команде мы обмениваемся, покупаем что-то, где-то товары. А если знакомимся друг с другом, дружим за где-то за рубли, за беркасы, либо за и каренси. Вот мне и мед привозили. Сейчас вот буквально я у своих участников с Урала икру заказываю. Вот мне сейчас вышлют. Поэтому все это за и каренси, которая дает возможность непосредственно делать прибыль наших потоков. Поэтому, друзья, вы также можете дружить между собой. Я знаю, что многие лидеры-активисты это обязательно делают со всеми участниками. У каждого есть свои какие-то фишки, какие-то товары. Помогайте друг другу, обменивайтесь. То есть зачем идти в обменник, если, допустим, у одного участника в одном и том же городе, не знаю, есть какой-то товар. Он дает этот товар участнику другому, а другой, не знаю, те же самые рубли на сберкассе ему просто переводит. А этому участнику как раз нужны рубли на сберкассе, чтобы зайти в поток. Вот у вас, пожалуйста, товарно-денежный обмен, и все довольны. Чего нет? Поменялись тем, что нравится, и это очень круто. Поэтому дружите, общайтесь. Это очень важно внутри каждого города. И используйте всю нашу финансовую инфраструктуру. Дальше облачный майнинг, друзья мои. Это еще одна часть нашей финансовой инфраструктуры. На нем тоже можно хорошо зарабатывать. Можно купить майнер, загрузить туда, купить токенов, загрузить туда токены, и начнется майнить наши e-currency. Это очень выгодно. Только за последний год e-currency у нас дало прирост. X30, в 30 раз увеличилась наша криптовалюта e-currency. То есть если вы бы знали об этой возможности ровно год назад и купили бы на миллион e-currency, то сейчас вы смогли бы продать на 30 миллионов рублей. Но вы не знали об этой возможности, либо не верили в то, что e-currency вырастет так сильно. Поэтому сейчас у вас нет возможности продать на 30 миллионов. Поэтому как важно быть в информационном поле, друзья мои. Именно сейчас e-currency также хорошо используется во всех наших потоках, продолжает дальше неуклонно расти. И вы можете использовать этот рост в том числе. Поэтому майнинг – это тоже очень хорошая штука для того, чтобы у вас были ваши e-currency. Но это, конечно, более долгосрочные инструменты, чем потоки. Но их тоже надо запускать, и в них тоже потихонечку надо разбираться. Дальше, следующее, что у нас еще есть. Конечно же, это блокчейн, наш собственный блокчейн. Не у всех, даже в европейских банках есть свой собственный блокчейн. Вот недавно было новость пару месяцев назад, что компания Sony только-только приняла решение запустить свой собственный блокчейн. У нас же свой собственный блокчейн уже есть более пяти лет, друзья мои. Именно поэтому наши транзакции, они все очень быстрые, четкие, ничего нигде не теряется. Все под учетом. История начисления, вот это все выводов, заводов. Даже архив сыгранных лотереек даже есть, представляете? То есть вы можете нажать там на кнопочку, есть такая архив, бам, и там за всю посмотреть эту историю сыгранных лотерей и джекпоток сорванных. То есть это тоже очень все интересно. Поэтому, друзья, блокчейн – это очень дорого и очень долго, поэтому обязательно понимайте, что это очень серьезное наше конкурентное преимущество, которое делает нас независимым сообществом. Ну и, конечно же, наша нейросеть, которая уже два года стоит на страже наших денежных потоков. Задача нейросети – обеспечить бесперебойность, можно сказать, безопасность работы всей нашей финансовой системы, с чем она без проблем справляется. Вот нейросеть самообучаемая, она по ходу дела еще и учится, поэтому дает соответствующие хорошие показатели. И полностью убрали человеческий фактор, теперь нейросеть следит за безопасностью работы всей нашей системы. Поэтому, дорогие друзья, мы, можно сказать, под защитой нейросети находимся. И чем дальше, тем она будет более умная, тем она будет более лучше управлять денежными потоками. Именно поэтому мы можем спать спокойно и в спокойном режиме раскручивать все свои потоки, потому что нейросеть всегда отвечает за безопасность работы нашей системы. Вот, поэтому вот это все – это финансовая инфраструктура. Так это еще далеко не все. Я еще знаю пять проектов, пять знаю проектов, которые в любой момент могут быть запущены, друзья мои. Вот, главное, чтобы вы были к этому готовы. И скажу вам честно, что инфраструктура – это такая штука, она делается очень долго и стоит очень дорого. Чтобы создалась вот эта вся инфраструктура, сообщество вложило в нее несколько десятков миллионов долларов. Поэтому, друзья мои, мало того, что долго делать инфраструктуру, потом ее еще нужно еще и обслуживать, содержать. То есть, конечно же, есть штат наших IT-специалистов, которые все время обслуживают нашу финансовую инфраструктуру. То есть, этот момент, он очень важен. Зато это все делает нас, как сообщество, независимым по отношению к мировой финансовой системе. Вот, поэтому, друзья, это все очень ценно. Ни один коммерческий проект не будет создавать свою финансовую инфраструктуру, потому что это невыгодно экономически. Она очень долго делается, стоит дорого и долго отбивается. Как правило, время жизни коммерческих проектов очень маленькое по одной простой причине, потому что упирается в разные субъективные моменты. Либо в жадность хозяина проекта, потому что ему достаточно 10 миллионов долларов, допустим, и больше он не хочет возиться с этим гемором, как говорится, и он просто забирает свои 10 миллионов и сваливает, и выключает сайт, и все свободны, как говорится. Это называется хайпы современные. И всевозможные матрицы, всевозможные какие-то клоны, столы и прочей мебелью мы не занимаемся как сообщество. У нас касса, взаимопомощь, народный инструмент, веками оточенный. Вот пример с Оренбургом, я только сегодня вам объяснял, рассказывал, как касса взаимопомощи может изменить жизнь людей. То есть получается, касса взаимопомощи в 3 миллиона рублей, которые сложились данные жителей этого поселка, спасла им недвижимость на сотни миллионов рублей. Понимаете? Спасла их недвижимость. И на данный момент не факт бы, чтобы им это компенсировало бы государство все будущие возможные разрушения, которые бы стихия могла принести в их поселок. Поэтому они поняли, что выгоднее намного сложиться и решить свой вопрос за 3 миллиона рублей с копом, чем потом расходы в несколько сотен миллионов рублей годами отбивать пороги у чиновников, лишь бы выпросить компенсации каких-то, которые не факт, что всем дадут, а многим-то и вообще не дадут. Вот поэтому они поняли, что лучше сэкономить и время, и силы, и самим полностью собраться и решить все свои вопросы. И все свободны. И никаких беготней по чиновникам, никаких упрашиваний, прошений, заявлений, еще там всякой ерунды. И они полностью сохранили весь свой поселок в целости сохранности. Вот так работает касса взаимопомощи, так работает и наша система. Поэтому, друзья, на данный момент вся финансовая инфраструктура, еще раз повторюсь, стоит очень дорого, делается очень долго. И чтобы ее сохранить, мы ее обслуживаем. Это тоже стоит определенных денег. Поэтому, друзья мои, у нас есть потрясающая штука, называется наш собственный параллельный финансовый мир в качестве нашей финансовой инфраструктуры, которая дает нам абсолютную свободу. Дальше, друзья мои, давайте вернемся к вопросам, часто задаваемые. Так, откуда деньги, пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон, приглашать, не приглашать. Да, часто задаваемые вопросы. Деньги. Деньги. Первое. От прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренсии, друзья мои. Только за последний год наша и каренсия сделала x30. А это говорит о чем? Это значит, что с каждым разом, чем дороже наша криптовалюта, тем жирнее доход сообщества от ее, наверное, реализации, что ли. Потому что мы на данный момент, для того, чтобы у нас была прибыль, мы покупаем и каренсии у других участников, может где-то у сообщества. И на данный момент без и каренсии дохода не будет у нас в потоках. Поэтому и каренсия – это неотъемлемая часть дохода наших потоков. Поэтому спрос на нее всегда было, есть и будет. И чем дальше участники развиваются, тем на больший уровень качества жизни они выходят, тем больше потоки они создают. Так же, как я постоянно каждый день по возможности я постоянно открываю, либо пополняю, либо реинвестирую. Таким образом, выходя на другой уровень качества жизни. И, соответственно, эта дорога прямиком к вашим целям. Второй источник дохода от справедливого – перераспределение не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Эти принципы одноранговой сети когда-то были озвучены, можно сказать, королем Артуром. И звучит очень просто, да. Это идеи круглого стола, первый среди первых, равных среди равных, король среди королей. Так вот и здесь, вот эти принципы заложены в одноранговую сеть. То есть, неважно, когда вы пришли, сегодня, завтра, послезавтра или 10 лет назад, у нас у всех кабинеты одинаковые. Вот в чем момент. Да, у нас у всех старт одинаковый, проценты у нас даются одинаковые. Как вы управляете своими кабинетами, понимаете ли вы эти потоки, либо их не понимаете, до конца понимаете, не до конца их понимаете, не до конца понимаете, как с помощью них можете дойти к своей цели. Вот в этом большая разница. Именно поэтому очень важно находиться в информационном поле, общаться со своим лидером и, конечно же, обучаться постоянно на командном обучении, понимая, как работает система и понимая, как работают данные потоки. И как вы можете с помощью них достичь своих поставленных целей. Кто не знает, что такое пирамидальный принцип распределения, это принцип, где низы кормят верхи. В данном случае мы, как сообщество, разрушили эту систему. У нас нет пирамиды, у нас, говорю, одноранговая сеть. Все в равных позициях. Мы управляем своими кабинетами полностью одинаковыми. Все, неважно, кто ты лидер, топ-лидер, куратор, новичок. У всех кабинет одинаковый. А вот как вы ими управляете, вот в этом большая разница. Вот принцип пирамидальной системы озвучен в фильме «Деньги, пирамиды, долгов». Идем и смотрим. Пока вы не посмотрели, вы не поймете, что такое. Ну и, конечно же, покупаем для себя, чтобы вы не забыли, покупаем доллар в обменнике, пока они там есть. Один доллар. И переворачиваем, смотрим. Там пирамида нарисована четко, ясно, понятно, как для баранов специально нарисовали, для того, чтобы… Есть такое понятие, если хочешь что-то спрятать, положи на видное место. И никто не найдет его. Понимаешь, да? Вот поэтому для баранов они нарисовали пирамиду, вот так вот. На видное место положили на один доллар, вот так вот. И вот бараны смотрят и ничего не понимают на это. Поэтому вот так мудрые люди управляют этим миром. Поэтому возьмите, купите. У меня вот в кошельке всегда лежит, чтобы я… Это я для себя, чтобы не забывал. Всегда лежит однодолларовая купюра, для того, чтобы я периодически переворачиваю и напоминаю себе, в каком мире мы с вами живем. Смотрим фильм «Деньги, пирамиды, долгов», «Дух времени», первая, третья часть, и, как говорится, разбираемся. Вот что такое принципы пирамидальной системы? Когда низы кормят верхи, когда у миллиардов людей качество жизни уменьшается, а на земле появляется долларовый триллионер, объявили, через годик уже будет. Так вот, следующее – это от того, что у нашей системы нет хозяина, и весь доход остается в нашем сообществе, в нашей кассе взаимопомощи и распределяется по принципу равномерной, по принципу одноранговой сети, по справедливым законам распределения. Все коммерческие проекты сделаны только с одной целью, чтобы накормить хозяина. Все. Как только хозяин сытый, ему нахрен этот проект не нужно, он его закрывает рукой. Поймите, это одну простую вещь. Следующий источник дохода – деньги от постоянного пополнения потоков. Деньги так интересного потоки нашей устроены, что их надо постоянно пополнять. Представляете? То есть я постоянно пополняю свои потоки, я постоянно пополняю, подтягиваю икарнси, пополняю, подтягиваю икарнси, они мне дают все еще больше, больше. Я опять их пополняю, опять подтягиваю, они мне еще больше дают. И вот этот процесс, он вечный. И вот если вы грамотно управляете своим кабинетом, это называется стратегией управления кабинетом, знание стратегии внутри каждого потока, но это уже командное обучение, это уже вам непосредственно расскажут либо ваши лидеры, если вы там у меня в команде, то, соответственно, у нас есть командное обучение. Вот, еженедельное. Дальше. И, конечно же, пятый источник дохода – это огромная экономия от неэффективного управления кабинетами. Я вот, честно сказать, вот этот источник дохода увидел буквально недавно, когда уже начал очень досконально анализировать, что же люди делают в своей большой команде. И заметил такую вещь, что вот сколько ни говори, часть людей не хочет учиться. А за счет этого они делают глупые вещи, неэффективное управление своими кабинетами. И система бы и рада бы им дать, так не берут же, потому что они не обалдают знаниями, как правильно взять, чтобы это было максимально для них выгодно. Ну вот, приходит время, потом какое-то время кто-то год тупит, кто-то два тупит, кто-то три тупит, берет по минимуму, мог бы взять по максимуму. Но потом понимает и начинает учиться. Поэтому в этот период он экономит в системе очень хорошие деньги. Если это все за 10-15%, если это глобально по всей, так это в моей команде 10-15%. В той команде, где я выстроил, я бы сказал, очень шикарное командное обучение. А в командах, где не выстроено вообще обучение, там этот процент, я думаю, достигает 30-40%. Поэтому, друзья мои, у системы огромнейшая экономия идет за счет вот этого неэффективного управления кабинетами. Поэтому, ну что бы сказать, это классно, это супер, что за счет нежелания людей учиться, система становится более надежной. Это супер. Есть еще несколько источников дохода, но об этом я рассказываю уже только на командном обучении. Так, теперь пирамида, не пирамида. Еще раз повторюсь, да. Пирамида – это когда низы кормят верхи. У нас нет ни низов, ни верхов, ни первых, ни последних, задних, передних. У нас этого ничего нет. У нас, конечно же, одноранговая сеть. Все равны. Изначально все равны полностью. Неважно, кто ты и сколько находишься в сообществе. У всех старт одинаковый. Вот, теперь идем дальше. Лохотрон, не лохотрон, да. По поводу лохотрона, не лохотрона. Человек, который такими понятиями оперирует, это человек, не имеющий своего собственного мнения, либо своего жизненного опыта. Вот. Этот человек, значит, базируется на опыте других людей, якобы авторитетах в его мнении, да. То есть, он не наработал своего личного опыта и воспринимает отношение к чему бы то ни было, как теорию, да. То есть, он теоретически воспринял какую-то информацию от какого-то человека, воспринял ее на веру и сделал ярлык в своем голове. Что вот это лохотрон, а вот это пирамида, а вот это секта, а вот это еще что-то там. И вот так вот он весь в этих стикерах, да. Вот, помните, да, весь понятие стикер такой, на компьютере раньше клеили, чтобы не забыть, да. А у него вся жизнь такая в стикерах, да. Надо идти и свой личный опыт нарабатывать, а он стикерами заклеил всю свою комнату вот так вот чужих мнений. И живет вот в этих кривых зеркалах чужого мнения. Иди, возьми 3000, протестируй, проверь, посмотри эфиры, пройди командное обучение, а потом уже годик потренируй мышцу свою, финансовую. А потом уже ты будешь говорить это, наработай свой личный опыт, а потом уже будешь говорить пирамида-пирамида или лохотрон. Поэтому те, кто, говорю, сходу начинают оперировать такими штуками, ясно, понятно, человек уже, ну, не имеющий своего личного мнения и человек априори не свободный. Только человек, который имеет свой личный жизненный опыт, наработал уже его, и критерии свободы в голове у него есть, этот человек и имеет шанс быть абсолютно свободным и, соответственно, иметь пассивный доход. Человек, который не имеет своего личного мнения, не имеет своего жизненного опыта, либо даже не стремится его наработать, это априори холоп, априори, как бы сказать, батрак по жизни. То есть он всегда будет искать мнение барина, он всегда будет искать что-то где-то как-то, а своего личного не нарабатывать любой ценой, потому что это надо же, чтобы наработать, надо же отдать чуть-чуть, надо же протестировать, ой, не отдам, мне же страшно, да? Ну, вот в этих страхах человек и живет. Поэтому есть вот несколько категорий людей, это неплохо, нехорошо, это есть было, есть и будет, но в нашем сообществе нам нужны единомышленники, кому интересно эта идея, кому интересно изменить свою жизнь, кому интересно иметь пассивный доход, у кого есть хорошие цели, кто хочет учиться, кто обучаем, кто хочет жить как-то по-другому, а не так, как он вынужден жить в системе. Кто наработался уже, кто уже настрадался, натерялся, вот для всех вот этих ребят уже с опытом, можно сказать, создана наша прекрасная система. Поэтому либо заходят сейчас очень молодые талантливые ребята, которые быстро все схватывают и понимают, что здесь реально стоит задержаться, потому что здесь реально платят каждый день, здесь реально приглашать никого не надо, и тогда у вас появляются колоссальные возможности. Так, по лохотрону разобрались, теперь приглашать не приглашать. Почему в коммерческих проектах обязательно приглашение? По одной простой причине, потому что это короткие проекты, раз, потому что экономически невыгодно их делать длинными. Чтобы их делать длинными, надо очень много всего. Это стоит очень дорого и не окупается. Поэтому и они их делают короткими, и на пике захода денег закрывают его, чтобы хозяин уже был сытым. Вот, поэтому на данный момент это хайпы всевозможные, матрицы там и так далее. Ни одни коммерческие проекты на сегодняшний момент нету, чтобы не было, как бы, заставляли, не заставляли приглашать. Вот, поэтому у нас полная свобода, потому что неважно, придете вы сюда, не придете. Есть куча уже наших старых участников, которые создают новые потоки, такие как и вот я. Я здесь уже седьмой год, скажу честно, что моя жизнь от этого стала намного проще, легче и веселее. Потому что мысль, которая пришла вот со временем осознание, что с сообществом жить всегда проще, чем без него, друзья мои. Вот с сообществом жить проще, с копом жить проще. С копом вот эти вот жители вот этого поселочка в Оренбурге, да, с копом они решили, бах, свой вопрос. Только вместе, да, вот этой формулой пользовались всегда наши предки. Вот именно поэтому они выжили, именно поэтому вы родились, именно поэтому. Только потому, что они в прошлом доверяли друг другу и объединялись, вы сейчас имеете возможность ходить по нашей матушке-земле и топать эту жизнь. Вот только благодаря этому. Если бы они не могли объединяться и не доверять друг другу, то вас бы не было бы здесь. Вот так же, как и меня. Поэтому наши предки умели доверять друг другу и умели объединяться и делать какие-то великие дела. Вот. Можете сделать это и вы в рамках, допустим, нашего сообщества потренироваться. Либо можете сделать какое-то свое великое дело. Но для этого надо, конечно же, дорасти. Быть человеком уровня планеты, человеком уровня Дмитрия Васадина. Вот. Если кто-то из вас здесь есть, ну, пожалуйста, можете, как говорится, начать что-то делать великое. Дай бог, чтобы получилось. Вот. Поэтому тот период, как бы, коммерческих проектов, где там надо приглашать, в обязательном приглашении мы давно уже прошли, у нас нет обязательного приглашения. Наши потоки сами себя приглашают. И поэтому на данный момент нет обязательства. Плюс есть куча активных участников, которые любят рассказывать. Даже они не могут не рассказывать вот об этой потрясающей возможности. И таким образом сообщество потихонечку растет. Медленно, но очень уверенно. Находя единомышленников. Денег у сообщества полно, а вот единомышленников надо поискать. Вот, кому резонируют идеи свободы, кому резонируют идеи свободного развития как личности человека, кому резонируют идеи пассивного дохода, пожалуйста, можете зайти, протестировать, понять, разобраться, наработать свой личный опыт, а потом уже сделать какие-то выводы и мнения. Вот. Это что касается непосредственно наших потоков. И, конечно же, запомните одну простую вещь, что денежные потоки – это не какой-то маленький проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все очень хорошо. Именно поэтому, когда вы 100% разберетесь со всеми нюансами работы на системе, вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Поэтому, дорогие друзья, сейчас я буквально 5-10 минут готов ответить на ваши вопросы. Поэтому включайте микрофоны, у кого выключены, поднимайте руку, будем смотреть и отвечать на ваши вопросы. Где тут у меня стилус мой? И, конечно же, давайте пообщаемся. Ну, кто смелый, кто первый, кто лидер, кто хочет рассказать свою хорошую историю, кто хочет задать какой-то вопрос. Что же, нету еще? Ни у кого нет? Все понятно, да? Ну, хорошо. Так. Ну, хорошо. Молодцы. Хорошо, друзья. В любом случае, горло у меня уже, честно сказать, пересохло. Всех рад вас видеть. И до новых встреч. И не забывайте, что мы с вами творим историю развития нашего сообщества, наших судеб и, конечно же, нашего будущего. До новых встреч. До новых встреч.